На телеканале Лоба Время новостей в студии Людмила Никонова. Здравствуйте в этом выпуске. Пятая школа города Лобинска освоила грант за победу в конкурсе «Лучшее благоустройство территории образовательного учреждения Лобинского района». Гандбалист из Лобинска признан лучшим на международном турнире. Максим Ермолин выступал в составе сборной России. Из санатория Лоба расширяется. На торжественном открытии нового корпуса присутствовал Игорь Чигаев. В этом году Игорь Чигаев учредил грант 50 тысяч рублей за победу в конкурсе «Лучшее благоустройство территории образовательного учреждения Лобинского района». В результате конкурса победили 5-я школа Лобинска, 31-я школа хутора Харьковский, городской 22-й детский сад и 13-й сад хутора Первая Синюха. В 5-й школе уже приступили к благоустройству территории на средства гранта. Там и побывала наша съемочная группа «Слово Лилица океан». Уютный и необычный двор средней школы номер 5 города Лобинска становится еще краше. На средства гранта главы района «Лучшее благоустройство территории образовательного учреждения» администрация школы закупила 100 кустов лаванды, деревья березы и гинго, кустарники берючины и багряника. Мы, конечно, обсудили, как мы будем использовать этот грант. И, естественно, что решили направить на дальнейшее благоустройство школьного двора. И так как мы планировали сделать в школьном дворе еще особую фитозону, для нее мы подготовили лавочки, которые, вот вы видите, сами делали тоже при помощи габионов, вот, и фитозона, где можно было бы и релаксировать, и отдыхать. Вот на эту фитозону мы приобрели 100 кустов сиреневой лаванды, очень качественной. Помогает нам в этом плане армавирский питомник, летний сад. Мы старались в наш школьный двор брать именно растения, которые выращены в этом питомнике. То есть они не привезены со стороны, а выращены в этом питомнике. Ну и, конечно, посмотрели, чтобы заполнялся ботанический дневник школы, у нас такой ведется по нашим растениям, которые есть в школьном дворе. Мы искали декоративные саженцы. И в первую очередь нам бы хотелось, чтобы в нашем школьном дворе появилось дерево жизни. Дерево жизни, которое очень ценится в Японии и Китае. Называется оно гинго. Вот такие у них особые листики. Их еще называют утиная лапка. Очень красивое дерево. Дерево, которое выжило, когда ядерная бомба упала на Хиросиму. В 30 километрах от бомбы это дерево выжило. В Японии есть сады гинго. И в этих садах считается, что если человек каждый день гуляет по этому саду, ему прибавляется здоровье, продлевается его жизнь. В том числе мы приобрели декоративные березки, кустарники, различные будлею. Я думаю, что все это будем мы сейчас в нашем ботаническом дневнике отслеживать. Их рост, то, как они будут себя вести. Ну и в том числе, я думаю, каждый ребенок будет знать, что вырастить дерево или кустарник – это особая забота, это особый труд. Ученики пятой школы с удовольствием участвуют в благоустройстве школьного двора. Очень приятно, что у нас в школе много всего появляется. И теперь еще намного больше приятнее, что мы сами это все делаем. То, что мы принимаем в этом участие. И теперь наш труд будет на многие десятилетия здесь прорстать и радовать остальных участников и учеников школы. Очень красиво это все выглядит. И это все будет радовать не только нас, но и проходящих мимо школы людей. Такие муниципальные конкурсы повышают стремление образовательных учреждений активно заниматься благоустройством в своей территории. Я хочу выразить огромную благодарность от администрации школы, от родительского, педагогического коллектива, ученического коллектива. Огромную благодарность Игорю Олеговичу Чигаеву за то, что был учрежден этот конкурс, за возможность получить грант и продолжить благоустройство школьного двора. Останавливаться на достигнутом школа не собирается. В честь 75-летия Победы администрация учебной организации провела конкурс на лучший проект габиона в школьном дворе. Победил проект ученицы 9 класса Елизаветы Толокольниковой, которая нарисовала габион в форме красной звезды. И его уже начали воплощать в жизнь. На сегодня уже у нас готова конструкция звезды. Мы посвящаем этот габион 75-летию Победы Советского народа в Великой Отечественной войне. И здесь у нас гармонично звезда продолжает нашу аллею «Сирень» 1945 года, которую мы высаживали совместно с ветеранами Великой Отечественной войны. Это было в 2015 году. И жив был еще наш самый активный ветеран Василий Никитович Земской, который помогал в высадке этой аллеи. «Важно, что благоустройство школьного двора носит не только эстетический характер, но и хранит память о нашей истории, наших ветеранах Великой Отечественной войны». Лилица Океан, Игорь Бычков, телекомпания «Лаба». В 2020 году санаторию «Лаба» исполнится 45 лет. В преддверии этой даты на территории здравницы открылся новый корпус, рассчитанный на 102 человека. Санаторий «Лаба» знаменит не только на Кубани, но и далеко за ее пределами. Ежегодно на его базе оздоравливается более 10 тысяч человек. В преддверии своего юбилея, 45-летия, на территории санатория открылся новый корпус. Глава района приехал поздравить сотрудников здравницы с этим событием. «Мы рассматриваем как санаторию «Лаба», так и в целом санаторно-курортную отрасль района. Это как большой шанс для развития всей территории. Потому что если сюда будут люди приезжать со всей страны, будут приезжать платежеспособные, они будут здесь поправлять свое здоровье. По выходным, по вечерам будут выезжать в центр города. Мы обязательно приведем в лучшее состояние. Мечтаем котлованы привести в соответствие. И третий этап – мечтаем создать котлованы, центр и санаторий «Лаба», которые находятся в этой части города, с какими-то велосипедными, маршрутными дорожками, с освещением, чтобы это был такой туристический маршрут. Спасибо вам за работу, за хороший имидж района. Дай Бог, чтобы здесь поправили здоровье, был хороший, комфортный отдых. И туризм, туристический, вот и в Славинском районе, так же активно развивается, как и санаторий «Лаба» в эти минуты развивается. С праздником, дорогие друзья! Работы завершены, номера готовы к заселению. Все они оборудованы по высшим современным стандартам и предлагают новые возможности для отдыха и лечения. Лилица Океан, Георгий Сопов, телекомпания «Лаба». Воспитанник Бориса Кожарина Максим Ермолин стал лучшим игроком международного турнира по гандболу. Соревнования проходили в Польше, и в минувшее воскресенье сборная России вернулась домой. Во время тренировки младшей группы мы встретились с заслуженным тренером России и попросили рассказать о становлении спортсмена. Сборная России заняла на международном турнире по гандболу третье место. Правый полусредний Максим Ермолин получил приз лучшего игрока турнира. Сегодня его тренер вспоминает, как все начиналось. Как обычно, как все тренера по любым другим видам спорта, пришел в школу, он тогда учился в 11-й школе, набирать детей, изъявил желание тренироваться. Вместе потом с одноклассником своим Валерой Краморовым пришли, попали ко мне в группу, тренировались, занимались. Как бы изначально уже были перспективные мальчики. Ну, плюс труд, терпение, старание и талант вот довели до определенной кондиции здесь, в Лобинске, в крае, что приехал тренер из Центра Олимпийской подготовки, Юрий Витальевич Дроботов, и заметил их и взял в училище Олимпийского резерва, где становление проходило дальше этих ребят. Ну, вот Максим показал себя с хорошей стороны на чемпионатах России, которые проводились ежегодно, там и зоны, и полуфиналы, и финалы России, где заметили уже тренера сборной, которые стали формировать эту сборную по 2002 году. Куда он и попал, собственно говоря, вначале. Они были в Швеции на турнире, в Белоруссии были, потом еще ездили, какие-то сейчас, не помню, страны наигрывались на чемпионате Европы. В таком плане, вот на последнем турнире в Польше, вот они играли, заняли третье место, и он был признан MVP турнира, как у нас называют, лучшим игроком турнира. Тренер сборной Виталий Иванов, вот эта юниорская, значит, в интервью корреспонденту спортивному, был задан вопрос, основные, кто наметился игроки, он отметил четырех человек, двое мальчиков из Тольятти, один из Москвы, и упомянул там Максима, естественно. То есть это основа уже, на которых он надеется, остальные с остальными еще будут работать, остальные будут, как говорится, зарабатывать место в составе. Только положительные эмоции, конечно, испытываем, радостные. Обязательно следим, смотрим. Тем более, с нашего простого, с нашего, наоборот, простенького городка, Краснодарского края, Лобинска, мальчик громко заявил о себе уже на таком международном турнире. Я считаю, что это и честь, и гордость и для родителей, и для спортивной школы, и для района в целом. Максим Ермолин является основным игроком спортивного клуба Института физкультуры-2. Сейчас он находится в Краснодаре, но связь со своим тренером поддерживает. Я хочу сказать, что буквально вчера мы с ним разговаривали, вчера был день тренера, и он мне поздравлял, позвонил по телефону. Я поблагодарил, как говорится, меня, и я рад был его выслушать, и тоже сказал теплые слова в адрес его выступления и в дальнейшем напутствовал. Работаю уже на протяжении, я уже в спорте 30 лет, уже как бы я занимаю определенную нишу в этом во всем формировании и достойно, как говорится, смотрю, наблюдаю за достижениями и продвижениями дальнейших своих воспитанников в спорте. Поездка в Польшу стала одним из этапов подготовки к первому официальному турниру для игроков 2002 года рождения, чемпионату Европы Ю-18, который пройдет в августе будущего года в славянском цели. Продолжая традиции наших ребят, вот на примере Максима Ермолина, Валеры Краморова, по 2006 году сейчас два мальчика, непосредственно лобинчан, которые учатся в Лобинске, занимаются у меня, это Степаненко Миша и Вадим Карасев, являются членами сборной Краснодарского края. В том году они регулярно защищали цвета сборной, ездили на соревнования на зональные, полуфинальные, финальные. И вот буквально, получается, тоже вчера они уехали в Астрахань защищать сборную Краснодарского края. Пожелаем им, как говорится, успехов, удачи. Ребятки перспективные, что их ожидает в дальнейшем. Если такая же будет работа, трудоспособность, попадание, опять же таки, в училище Олимпийского резерва, как у Максима Ермолина, ну и дальнейшее становление там, как зарекомендуют себя, как будут работать, как стараться будут. То же самое. Как говорится, двери открыты. Такие же простые ребята, как и Максим, и они также приходите, занимайтесь, и добивайтесь высоких вершин, попадайте в сборную, ездите по стране, по миру. Только могу пожелать вот это вот. И чтобы приходили желающие к нам в спортивную школу, занятия у нас бесплатно. У нас набор идет с 2007 года по 2012 даже дети занимаются. Продолжу спортивную тему и познакомлю с планом спортивно-массовых мероприятий. 4 ноября в 11 часов состоится турнир по футболу, посвященный Дню Единства. Среди юношей 2004-2006 годов рождения соревнование состоится в Лобинске в спорткомплексе «Олимп» по улице Лермонтова, 79. 6 ноября в 9 утра первенство Лобинского района по футболу среди мальчиков 2009-2010 годов рождения. Первенство пройдет на стадионе «Труд» по адресу улица Мира, 13, дробь 2. С 6 по 10 ноября в 10 часов утра пройдут личные квалификационные соревнования Лобинского района по шахматам. Называются они «Осенние каникулы». Соревнования пройдут в Лобинске по адресу улица Революционная, 198. А 7 ноября в 10.30 состоится личное первенство Лобинского района по легкой атлетике, посвященное ветерану Великой Отечественной войны Павлу Федоровичу Бакаю. Соревнования пройдут на стадионе по адресу город Лобинск, улица Мира, 13, дробь 1. С 7 по 9 ноября в 8 утра открытый турнир Лобинского района по боксу, посвященный памяти тренера Хачатура Карапетовича Жамгаряна. Соревнования пройдут в Лобинске, спорткомплексе «Алим» по адресу улица Лермонтова, 79. 9 ноября первенство Лобинского района по кроссу «Золотая осень». Первенство пройдет в станице Владимирской на спортивной площадке. И 10 ноября в 9 утра первенство спортшколы игровых видов спорта по меню футбола среди мальчиков 2008-2009 годов рождения. Первенство пройдет на стадионе Труд по адресу улица Мира, 13, дробь 2. Этот выпуск новостей подошел к концу. До свидания. Всего доброго.